This conference will now be recorded. Добрый день, уважаемые слушатели нашего учебного центра. Сегодня мы проводим день открытых дверей по программе интернет-маркетолог. Приветствую тех, кто присоединился к нам онлайн, и также тех, кто посмотрит нас в записи. Меня зовут Белова Ольга, я менеджер по трудоустройству учебного центра «Специалист». В начале нашего вебинара я расскажу пару слов о нашей программе «Содействие трудоустройству». Далее мы с Яковом Васидом, ведущим преподавателем курсов по интернет-маркетингу, обсудим, как планировать развивать свой карьерный путь специалистам по интернет-маркетингу, а также какие направления профессионального развития существуют в данной сфере. Пока я скажу пару общих слов. Я очень прошу тех, кто сегодня с нами онлайн, написать в чате, поставить нолик, если вы совсем еще пришли для того, чтобы узнать, кто такой интернет-маркетолог, чем он занимается, и имейте только самые-самые общие представления об этом. Поставить единичку, если вы уже имеете такое представление, и какие-то часть, может быть, какие-то час курсов каких-то начальных освоили, или имеете уже, может быть, какие-то знания в этой области. И поставить двоечку, если вы уже работаете и в этой сфере чем-то занимаетесь. Итак, пока я вам расскажу несколько слов про наш учебный центр. Мы на рынке образовательных услуг уже 30 лет. В этом году у нас был юбилей. За это время мы обучили более 1 миллиона человек, и на практике заслужили звание ведущего учебного центра России с высочайшим уровнем качества сервиса и образования. И так как мы достаточно давно учим людей, постоянно получаем обратную связь, мы понимаем, как важно поддержать наших выпускников на их пути становления в профессии. Сейчас я вам расскажу какие-то опции нашей программы поддержки трудоустройства, которые могут вам пригодиться в будущем. Первая это опция, когда мы составляем наши дипломные программы, мы ориентируемся на требования, актуальные требования работодателя, потому что такие современные профессии, как интернет-маркетолог, не постоянно актуализируются, изменяются, и необходимо отвечать современным требованиям работодателя. Мы этот вопрос постоянно мониторим и постоянно обновляем наши курсы. Все наши курсы практико-ориентированные, и в итоге вы получаете не просто теоретические знания, а практический навык, с которым берут на работу. Далее, после получения такого навыка, важно тоже правильно выйти на рынок труда и правильно позиционировать себя, правильно себя продавать работодателю. Чтобы не сделать ошибки, мы этому учим на бесплатном семинаре. Пожалуйста, можете записываться. Ближайший семинар 3 декабря, он проходит в формате онлайн. Позже я скину в чат ссылочку для записи. Также можно навести камеру смартфона на QR-код на экране. Также для наших выпускников существуют консультации по трудоустройству. На них можно записаться, тоже перейдя к QR-коду и заполнить небольшую форму для записи. Также мы регулярно проводим различные карьерные мероприятия. Например, как вот сейчас день открытых дверей или встречи с работодателями, разные семинары от практиков, которые помогают нашим слушателям лучше понять сферу своей профессиональной области, как-то в ней сориентироваться и выбрать для себя какую-то сферу развития, либо понять какие-то практические ее аспекты. Также мы учим не только физических лиц, но и также работаем с корпоративными заказчиками. И зачастую наши такие корпоративные заказчики, крупные организации, обучая нас специалистов, оценивают, что уровень подготовки очень высокий, им нравится, как работают затем их специалисты, и потому они предлагают нашим выпускникам также присоединяться к ним в команду. Данные вакансии мы с удовольствием от наших партнеров размещаем в наших информационных каналах для студентов. Пожалуйста, можете подписываться на любой из трех и следить за обновлениями. Ну вот, вкратце сейчас рассказала про такую программу «Содействие трудоустройства». Далее хочу передать слово нашему преподавателю Якову Васину. И далее мы разберем, чем занимается специалист интернет-маркетолог, какие хардскиллы необходимы для, какие базовые знания необходимы для развития в профессии, и на что стоит обратить внимание, чем разные направления отличаются друг от друга. Яков готова вам передать права презентера. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Слышно ли меня, Ольга? Да, все слышно, видно. Итак, добрый вечер, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы к нам подключились. И я посмотрел на ответы, которые мы получили в чате. Я вижу, что большая часть аудитории – это как раз те, кто знакомится с этим направлением, поэтому я постараюсь как раз коснуться базовых основ профессии интернет-маркетолога. Я немножко расскажу о том, какие направления есть в этом виде деятельности, и уже потом Ольга поможет вам сориентироваться в выборе правильного пути в ту или иную область деятельности интернет-маркетинга. Итак, сейчас настоящий момент, я думаю, ни для кого не секрет, интернет-маркетинг – одна из самых активно развивающихся отраслей. Практически любой бизнес, который в настоящий момент присутствует на рынке, обязательно использует инструментарий технологии интернет-маркетинга. В частности, та эпоха, которая была знаменована приходом веб-2.0, так называемого, уже заканчивается. Сейчас очень и очень серьезные сдвиги происходят как в технологиях продвижения, так и в, собственно, методах. И вот сейчас как раз интернет-маркетолог – это специалист на стыке технологий с одной стороны и с другой стороны именно маркетинга. Поэтому нужно понимать, что общий базовый маркетинг обязательно полезен для любого интернет-маркетолога, он нужен, но при этом, естественно, технологическая составляющая интернет-маркетинга крайне важна также. Поэтому это человек, который в своем базисе имеет как маркетинговое, может быть, образование, может быть, обучение, но и плюс еще достаточно подкованный в технологиях. Наш центр как раз предлагает именно курсы, которые позволяют прокачать свои скиллы как в области технологий интернет-маркетинга, так и в области общего маркетинга. В настоящий момент интернет-маркетинг – это огромный широкий спектр видов продвижения. Мы вот только что сейчас разговаривали как раз с коллегами и обсуждали вопрос, можно ли называть интернет-маркетолога специалистом по веб-продвижению. И действительно сейчас так часто бывает, можно слышать такие обороты, но, скорее всего, сейчас в настоящий момент уже интернет-маркетолог – это нечто более широкое, чем специалист по веб-продвижению. В первую очередь это обусловлено тем, что технологии смартфонов, мобильных приложений очень и очень активно вторгаются в нашу жизнь. И сейчас уже более 50% интернет-трафика приходится именно на мобильные устройства. И хотя и, собственно говоря, оборот продвижения совершенно верен в контексте работы интернет-маркетолога, но чаще всего он касается не только, собственно, продвижения какого-то интернет-ресурса. Это нередко бывает продвижение бренда, это продвижение, может быть, мобильных приложений, как сейчас уже актуально. Это может быть продвижение каких-то идей, это может быть продвижение концепций. То есть интернет-маркетолог в реальности сейчас уже человек, который является законодателем моды, законодателем дум, и не только лишь специалист по продвижению какого-либо веб-ресурса. Сейчас спрос на этих специалистов активно растет. К сожалению, профессиональных образовательных учреждениях этому практически не готовят. То есть если и дают, то факультативно какие-то элементы интернет-маркетинга. То есть взять выпускника готового из колледжа или из института практически невозможно в том виде, в каком он сейчас объективно должен отвечать на запросы работодателя. Именно в нашем центре, в таких вот центрах, где можно получить дополнительное высшее образование, сменить специализацию, например, пройти дополнительное образование, получить вдобавок к вашему имеющемуся. Скорее всего, наверное, только в таких вот учебных заведениях можно получить в полном объеме навыки, знания в этой области. Несомненно, также никто не сбрасывается счетов в практику, но ее уже, естественно, интернет-маркетолог, как правило, получает работы над реальными проектами. Как я уже сказал, эта область сейчас очень и очень широкая. На экране я хотел бы показать небольшой слайд, который пытается, на самом деле тут правильное слово, пытается, он пытается передать всю эту многогранность. Здесь, конечно же, не отражено все в полном объеме, но тем не менее, на основные моменты какие-то я как раз хотел бы обратить ваше внимание. Специалист широкого профиля, это, конечно, очень ценный специалист, очень квалифицированный специалист и дорогой специалист на рынке. В настоящий момент, я могу сказать, специалистов широкого профиля, которые могли бы охватывать профессионально все виды интернет-маркетинга, на рынке очень и очень немного. Именно благодаря тому, что видов деятельности в интернет-маркетинге очень много. Поэтому самый правильный путь это выбирать какую-то специализацию. Сейчас очень востребованы специалисты по определенным направлениям и двигаться, развиваться в этом направлении в первую очередь, захватывая постепенно смежные соседние направления интернет-маркетинга. И таким образом за 3-5 лет можно развиться в специалисты широкого профиля, можно стать специалистом по большей части видов интернет-маркетинга. Но, тем не менее, все-таки я далек от мысли, что во всех областях можно быть исключительным специалистом. Все-таки некая специализация сохраняется. Поэтому я бы хотел выделить основные направления. В первую очередь, конечно же, это реклама. Сейчас вложение в рекламу бизнес оценил очень высоко. Люди, кто ведет рекламные активности в интернет-сетях средствами интернет-маркетинга, как правило, видят реальную отдачу, понимают, и очень, самое главное, она легко измеримая. Эта отдача видит ее эффективность, поэтому вложения в интернет-рекламу сейчас превышают объемы в абсолютном выражении по финансам вложения в телевизионную рекламу. То есть интернет победил уже давно медийные форматы оффлайн. Поэтому выделить можно среди интернет-рекламы несколько направлений. в первую очередь это реклама в поисковых системах, которую, как правило, пытаются называть обычно контекстной рекламой. Здесь она обозначена вот здесь, в круге Search Engine Marketing SEM. Это все виды активности, которые связаны с продвижением чего бы то ни было в именно поисковых системах, но средствами рекламными. Поисковые системы в настоящий момент в Рунете, это, как вы знаете, Яндекс и Гугл, охватывают примерно 80% всей интернет-аудитории. То есть присутствуя в этих поисковых системах, вы можете охватить потенциально до 80% всей вашей целевой аудитории. Это очень большой охват, естественно, это привлекает рекламодателей. И контекстная реклама позволяет за прямой отклик, то есть при модели оплаты за клик целевой, переход к вам либо в мобильное приложение, либо на сайт, либо на лендинг какой-то, получить готового потенциального клиента. И это очень легко контролируемо, очень тяжело настраиваемо, но очень легко контролируемо. И благодаря этому, конечно, контекстная реклама сейчас наибольшее внимание привлекает у рекламодателей. Второй вид, который можно смело отнести к традиционным уже видам продвижения, это SEO, с которым тоже наверняка многие знакомы, или как минимум эта аббревиатура хорошо известна, Search Engine Optimization. Отличается она от ECM тем, что в отличие от прямых рекламных инструментов мы здесь используем нативные инструменты продвижения нашего интернет-ресурса или мобильного опять же приложения под поисковую выдачу в целях получить высокие позиции в результатах поисковой выдачи тех же поисковых систем Яндекс и Google, но не по рекламной модели, а по органической так называемой выдаче. И здесь работают совершенно другие инструменты, он этот вид продвижения относительно бесплатный, но в том смысле, что мы напрямую не платим за переходы пользователей, однако сами мероприятия, связанные с продвижением интернет-ресурсов под органическую выдачу поисковых машин, это очень дорогостоящие затратные мероприятия и достаточно длительное по срокам. Тем не менее, по-прежнему прекрасно работающие, предоставляющие возможность получать трафик без оплаты за него, но с оплатой за сами мероприятия по продвижению. Третий вид, наиболее активность сейчас присутствующий на рынке продвижения, можно выделить его, назвать его как таргетированная реклама, опять же, этот термин многие оспаривают, но суть он отражает, это реклама, как правило, связанная с социальными сетями и собственно ведущие со средствами рекламными, которые предоставляют сами рекламные площадки. Все активные в настоящий момент социальные сети, это и ВКонтакте, это и Фейсбук, это Инстаграм, который принадлежит тому же Фейсбуку, и множество в настоящий момент мессенджеров, которые тоже по сути дела уже стали элементами социальными, это и WhatsApp, который также принадлежит Фейсбуку, это и Telegram, и так далее. Они предлагают готовые рекламные кабинеты, готовые решения для рекламодателей для того, чтобы продвинуть либо свои мобильные приложения, либо веб-сайты, либо лендинги, либо напрямую разместить рекламу с возможностью получения лидов прямо непосредственно из социальных сетей. И вот эти рекламные кабинеты, они как раз чаще всего работу с ними обозначают термином таргетированная реклама. Здесь все это включено, как я понимаю, в круг во всяком случае СММ, я не вижу здесь прямого обозначения этого вида рекламы, но возможно я его просто не нашел, тем не менее нужно разделить эти два вида деятельности, так же как и SEO и контекстная реклама разделяются по принципу прямое рекламное размещение или органическое размещение в результатах выдачи, так и в социальных сетях вы можете напрямую размещать рекламные объявления средствами таргетированной рекламы, а также вы можете просто нативные методы использовать социальных сетей, то есть органические методы опять же как и в поиске в поисковых системах вы можете создавать рекламные страницы, вы можете создавать группы, организовывать подписчиков, собирать большую аудиторию, вовлекать их в ваш продукт или в ваши какие-то движения и затем естественно средствами ваших аккаунтов в социальных сетях превращать, конвертировать эту аудиторию в ваших потенциальных клиентов. Это называется SMM и этот вид деятельности также очень востребован в настоящий момент, поэтому на него тоже стоит особенное внимание обратить. Не стоит сбрасывать со счетов традиционный email маркетинг, который уже сейчас не поворачивается называть традиционным. Email маркетинг получил огромное количество технологических инструментов, которые очень и очень сильно его видоизменили. Это разного рода боты, это разного рода сервисы, которые позволяют создавать с помощью email маркетинга технологии вовлечения лидов пользователей в покупку создания с помощью высокотехнологических, включая технологии искусственного не интеллекта, а машинного обучения хотя бы. Email маркетинг в настоящий момент очень эффективный метод, очень эффективное направление, осваивание его позволит вам заметным образом увеличить отдачу от ваших рекламных кабинетов, от ваших рекламных расходов и не потерять ту аудиторию, которую вы уже смогли собрать, привлечь. Email маркетинг работает совместно, как правило, со всеми остальными видами продвижения, но также может выступать как самостоятельный инструмент. Ну и еще раз напомню, что мобильные приложения как таковые, сейчас очень распространенная альтернатива интернет-ресурсам, поэтому продвижение мобильных устройствах и продвижение мобильных приложений это еще один вид активности, который также в настоящий момент крайне востребован, интересен большинству владельцев интернет-ресурсов, бизнесов, не забываем о нем также. Вот еще опять не могу остановиться и это тоже не будет последним, очень важно выделить отдельное направление, называется оно медийное продвижение, здесь оно тоже у нас обозначено, медийное продвижение охватывает большое количество инструментов, это как правило в отличие от контекстной рекламы продвижение средствами создания аудиторий, это несколько иные технологии, методы, сами рекламные месседжи, рекламные площадки подбираются иного типа, используются как правило медиасети для этого канала и в большинстве случаев с помощью медиаканалов повышается узнаваемость бренда, создается лояльность, повышается аудитория, создается узнаваемость ваших продуктов и услуг, то есть медиапродвижение обычно используется на верхнем уровне воронки маркетинга так называемой то есть в начале в старте продвижения любого бизнеса продукта товара услуги на рынке и его как специфический вид продвижения мы тоже не можем выделить в отдельную категорию и о нем надо также говорить отдельно как о самостоятельном инструменте наверное вот я сейчас попытавшись бегло так я окинул таким взглядом все поле интернет маркетинга я думаю вы видите что применить свои силы здесь есть где на рынке востребованы специалисты по каждому отдельно виду продвижения а также очень часто можно увидеть естественно спрос на специалистов широкого профиля но я повторяюсь начинать стоит с чего-то одного если вам близко близко работа например с поисковыми сервисами можно стартовать с SEO с контекстной рекламы SEM так называемый если вы активно связаны с мобильными устройствами очень хорошо было бы освоить технологии продвижения мобильных приложений и мобильных интернет ресурсов под именно мобильные устройства любыми средствами очень хорошо очень высоким спросом пользуются специалисты по SMM по таргетированной рекламе в настоящий момент если вы считаете себя хорошим специалистом в области социальных сетей являетесь активным пользователем социальных сетей наверняка для вас это будет и интересно и удобно и полезно вы значительно быстрее войдете в эту нишу ну а соответственно email маркетинг как я уже говорил понадобится всем в той или иной степени в любом случае не сбрасывайте их со счетов Ольга передам наверное вам слово вот вкратце обзор такой текущего состояния интернет маркетинга есть много много узких ниш например опять же все знакомы с тиктоком и другими социальными сетями такого плана это тоже одно из новых направлений возникшие несколько лет пару лет назад и оно сейчас тоже активно развивается и бизнес все более активно обращает внимание на такие инструменты которые пока еще не относятся к типичному СММу ну или скажем так выделяются в отдельную категорию и много других очень интересных например продвижения в ютюбе каналов через которые можно получать потенциальных клиентов есть и в них также можно специализироваться да хотела бы добавить что в зависимости от организации данные специалисты могут работать по отдельности так и работать в связке с друг другом в одной команде и вместе делать один какой-то общий проект но наверное вот сейчас мы поговорили про направление хочу добавить что на рынке труда сейчас какое бы направление любую профессию которую бы вы не выбрали надо учитывать также наличие у вас определенных софт-скиллов потому что для работодателя сейчас не столь работодатель сейчас обращает внимание как на ваши хард-скиллы то что вы умеете делать непосредственно для выполнения задач профессиональных но также важно чтобы у вас было под каждую профессию определенные личные качества такие софт-скиллы как правило эти софт-скиллы они их гораздо сложнее приобрести их гораздо сложнее в себе развивать и здесь правда важно обращать внимание на ваш психотип на то какой вы человек склонны ли вы вообще к данной профессии хочу обратить ваше внимание на значимые личные качества специалистов в области интернет-маркетинга первое это аналитический склад ума потому что около 50% работы маркетолога заключается в анализе своих действий своих шагов которые он предпринимает шагов которые предпринимают конкуренты это будет занимать до около 50% вашей работы также важен и какой-то ваш творческий креативный потенциал так как чтобы обеспечить генерацию каких-то идей или какие-то эксперименты также очень важен вот это ваше личное качество которое будет иметь значение в работе также немаловажна эта гибкость принятия решений она нужна чтобы быстро адаптироваться к новым условиям так как интернет-маркетолог маркетолог он всегда как бы сказать смотрит будущее смотрит какие есть изменения сейчас в среде и всегда должен быть к ним очень чуток и быть готов что-то изменить поменяться поменять какие-то алгоритмы работы и также качество важное для любой профессии и в том числе для профессии маркетолога это желание постоянно развиваться это та сфера которая никогда не может закостенеть не всегда происходят изменения обновления невозможно написать ни один учебник по маркетингу потому что через год через два он просто устаревает и эта профессия нацеленная на постоянное саморазвитие самообразование курсы это как некий базис который вы получите после которого нужно будет как и в любой профессии постоянно смотреть что в ней происходит интересоваться потому здесь вот тоже Яков отметил возможно лучше выбрать то направление для начала для старта которое вам ближе всего если вы очень любите соцсети то выбрать какое-то направление ближе к этому или там какие-то поисковые системы чтобы вам ваш интерес двигал вами при изучении данного направления что хочется сказать про заработные платы специалистов хочу отметить что здесь специалистов делят на две категории новичок и профессионал то есть начинающий интернет-маркетолог начинающий специалист какой-то области он обладает большими теоретическими знаниями в этой сфере и это некая база без которой вообще никуда то есть если у вас нет ни опыта ни знаний соответственно мы не можем говорить про старт в любой и в любом из этих направлений то есть если вы обладаете пока только теоретической базой только вот прошли какой-то учебный курс вы считаетесь новичком и что в чем плюс сферы интернет-маркетинга что здесь развитие оно достаточно быстрое то есть буквально полгода год активного погружения в тему вы уже становитесь хорошим таким профессионалом и ваша заработная плата от этого растет и как говорил Яков часто специалистами специалисты интернет-маркетологами вырастают из специалистов в какой-то локальной области например SEO или специалистов по SMM и когда они добирают какие-то определенные области расширяют свои знания они уже могут претендовать на такое звание интернет-маркетолога очень здесь важный комплекс для интернет-маркетолога специалиста который профессионал в него важен широкий диапазон знаний комплексная база которого он владеет что хочется сказать еще про рынок труда сейчас мы проводили данный вебинар около четырех месяцев назад похожий и я смотрела статистику и вот сейчас обновляла цифры количество вакансий в целом выросло на 10% то есть количество вакансий здесь не уменьшается оно растет заработные платы тоже немного подросли и хочу вас сразу сориентировать что конечно в зависимости от направления будет немножко там стартовая стартовая база меняться но в целом новичок получает где-то в районе 50 тысяч и далее все зависит от вашего опыта работы от того какой город в каком городе вы работаете насколько вы в каких сферах вы специалист в одной или сразу в нескольких но чем больше вы расширяете свою область знаний чем больше у вас опыт тем больше вы можете зарабатывать в чем плюс интернет-маркетолога это профессия можно сказать без границ то есть эта работа не привязана к какой-то конкретной точке и от этого может расти ваша зарплата вы можете работать удаленно и это очень удобно если есть какие-то вопросы пожалуйста можете их написать в чат сейчас хочу переключиться на слайд Яков расскажите несколько слов по тем курсам которые у нас есть по профессиям о которых мы сегодня говорили и чем они друг от друга будут отличаться наш учебный центр постоянно мониторит рынок труда и данные курсы обновляет делает только свежие какие-то востребованные навыки в них включает и для вас мы такой удобный путеводитель выстроили который можно перейти по ссылочке сейчас я ее дам либо навести камеры на QR-код Яков Да, Ольга я здесь видно ли думаю можно использовать вашу трансляцию да у нас на сайте есть действительно такой такая страница специальная которая называется путеводитель я кстати тоже в чат кину ссылочку если кому-то будет интересно можно напрямую по ней перейти путеводитель по курсам маркетинга и управления продажами сюда включены скажем так основные ветви по которым можно развиваться но кстати говоря они не ограничивают ваш креатив то есть вы можете использовать не прямое движение по этим ветвям в сторону например директора по маркетингу или директора по директору по диджитал маркетингу а вы можете использовать какие-то скиллы развивать прокачивать смежные совершенно не обязательно двигаться прям в строгом направлении каком-то но в большинстве случаев действительно программа у нас собрана таким образом чтобы дать возможность получить вам на рынке наиболее востребованную специальность которая будет в большинстве случаев интересна работодателям если говорить про направление интернет-маркетинга то я опять же воспользуюсь вот нашим путеводителем хочу сказать что как я уже говорил в первую очередь наши курсы разделены по видам деятельности интернет-маркетолога все то что я рассказывал про основные направления интернет-маркетинга это отражено прямо в наших курсах то есть например по SEO-продвижению несомненно у нас есть отдельный самостоятельный курс который как раз готовит людей именно к этой деятельности по таргетированной рекламе есть точно так же отдельный самостоятельный курс который помогает слушателям развиваться в этом направлении то же самое можно сказать про email маркетинг про SMM как вид деятельности есть отдельный курс по аналитике кстати спасибо Ольге за то что она напомнила об этом очень важном элементе работы интернет-маркетолога это действительно так я с ней полностью согласен интернет-маркетолог в большинстве случаев должен в обязательном порядке быть специалистом аналитиком и кстати говоря это именно то что очень серьезно отличает интернет-маркетинг то что в нем очень легко можно с помощью вполне конкретных измерений контролировать эффективность работы маркетинга контролировать эффективность расходования рекламных бюджетов получать конкретные конкретную статистику о количестве целевых не целевых клиентов потенциальных клиентов которых вы привлекаете тенденциях которые на рынке происходят и так далее это действительно очень важный элемент интернет-маркетолог любой вне зависимости от того в какой области вы развиваетесь обязательно должен владеть знать хотя бы как минимум на уровне пользователя уметь работать с инструментами аналитики сейчас в настоящий момент на рынке два базовых инструмента ввиду их бесплатности на самом деле их конечно значительно больше но эти два привлекают внимание интернет-маркетологов именно своей доступностью это Яндекс.Метрика и Гугл.Аналитика причем что важно к сожалению в настоящий момент нельзя ограничиться каким-то одним из этих инструментов в большинстве случаев если бизнес на самом деле желает широко присутствовать на рынке вести продвижение всеми инструментами задействовать все каналы то в этом случае аналитика нужна будет обязательно как средствами Яндекс.Метрики так и Гугл.Аналитики эти инструменты взаимно друг друга дополняют не исключают один другой и при этом дают возможность часто без альтернативно анализировать контролировать эффективность настраивать эффективность рекламных компаний например если вы ведете в Гугле то естественно Гугл.Аналитик будет для вас основным рабочим инструментом если вы ведете рекламное продвижение в Яндексе средствами контекстной рекламы средствами SEO или какими-то иными методами в любом случае вам понадобится Яндекс.Метрика и получается что современный интернет-маркетолог как минимум должен владеть одним из таких инструментов а в идеале обоими стоит также обязательно помнить об этом Гугл.Аналитикс и Яндекс.Метрика два курса которые вы также можете в нашем путеводителе найти они именно про это кстати эти два курса предваряет отдельный самостоятельный курс который называется основы веб-аналитике в котором мы готовим наших слушателей даем базовую подготовку даже тем кто никогда вообще с этим видом деятельности не сталкивался даем всю базовую терминологию на практике осваиваем работу с кабинетами аналитики Google аналитики Яндекс.Метрики и так далее и тому подобное как я уже сказал основы email маркетинга базовый курс тоже у нас присутствует отдельное направление по email маркетингу есть курс который называется поисковый маркетинг 2 он у нас является самостоятельным курсом это контекстная реклама все что связано с размещением рекламы напрямую в Яндексе и в Гугле собрано туда отдельный абсолютно самостоятельный курс по таргетированной рекламе это реклама в социальных сетях MyTarget и ВКонтакте которые сейчас как вы знаете немножко ребрендинг у них там проходит в Фейсбуке который тоже затеял ребрендинг как вы знаете превращается постепенно в мету тот же Инстаграм который является собственностью Фейсбука те же некоторые мессенджеры такие как собственно WhatsApp или Facebook мессенджер все эти инструменты собраны в один большой курс под названием таргетированная реклама есть самостоятельный курс позволяющий стать достаточно хорошим специалистом в области SEO у этого курса тоже есть подготовительный курс для тех кто опять же никогда с этой областью не сталкивался это как правило востребовано теми кто заканчивал образование получал по общему маркетингу и не знаком с технологическими основами интернет-маркетинга то есть базовые понимания представления о маркетинге есть но технологии он так и называется у нас интернет-технологии базовый курс для маркетолога этот курс вот именно специально создан для тех кто хотел бы прокачать именно свои скиллы в области технологий необходимые интернет-маркетологу не техническому специалисту не программисту не инженеру а именно маркетологу но как я уже говорил в любом случае интернет-маркетолог так или иначе обязан владеть некими хотя бы основами интернет-технологий и такой курс тоже есть есть специализированные курсы по СММ social media маркетинг это продвижение органическое в социальных сетях которое серьезно отличается от таргетированной рекламы там совершенно другие инструменты используются и методы и поэтому для него есть точно так же отдельный самостоятельный курс есть специализированный курс интернет-маркетинг метода эффективного контроля для тех наших слушателей кто например занимает позиции руководителей отделов подразделений каких-то или регулярно вынужден или работает с подрядчиками которые выполняют функции продвижения соответственно в интернете но такому человеку нужно их контролировать то есть необходимо знать основные инструменты контроля понимать принципы и кпиаи по которым стоит оценивать результаты работы таких специалистов управлять подчиненными специалистами по интернет-маркетингу все это дается именно в этом курсе специализированный курс интернет-маркетинг методы эффективного контроля предназначены именно для таких слушателей это я перечислил сейчас самые такие яркие наверное курсы которые чаще всего именно востребованы но есть у нас множество и других смежных это курсы по html например для тех кто желает уже поподробнее подетальнее погрузиться в область веб-разработки например возможно используют какие-то движки cms есть курсы по администрированию битрикса по администрированию вордпресс также есть курс по очень популярному сейчас конструктору тильда с помощью которого можно даже не имея глубоких технотехнических знаний довольно быстро создать лендинг инструмент для привлечения посетителей и плюс для конвертации их в лиды то есть соответственно там есть очень удобные готовые профессиональные формы сбора контактных данных заявок запросов заказов по этому направлению также есть отдельный самостоятельный курс есть для тех кто чувствует силу в своем пере кто любит писать для тех кто готов собственно создавать контент для интернета есть мастерская продающего текста специализированный курс на котором обучают как создавать именно контент под мобильный под изменяюсь веб и плюс под именно задачи продвижения товаров и услуг продажи товаров или услуг и так далее с учетом всех особенностей SEO продвижения продвижения в соцсетях и так далее Яков могу я дополнить пару слов сказать хочу в путеводителе заметить чем отличаются вот эти разные иконки у нас наш центр занимается как повышением квалификации так и профессиональной переподготовкой если мы говорим про повышение квалификации эти курсы вот вы видите обозначение вот человечки без шапочек и также мы видим наверху по интернет-маркетингу три человечка вот в таких шапочках магистрских о чем это говорит что у нас есть три дипломные программы которые вам позволяют при наличии базового высшего образования получить переподготовку по специальности этот диплом удостоверяет что у вас есть право в ведении деятельности в данной области это как аналог высшему образованию если вы заканчиваете вот такой небольшой курс то это удостоверение о повышении квалификации здесь пройдя каждый из курсов вы получаете сертификат о повышении квалификации а в конце диплом о профессиональной переподготовке и это очень удобно когда вы выбираете одну из веточек по которой вы развиваетесь в конце можете собрать не только набор знаний навыков и сертификатов удостоверяющих что они у вас есть но и также получить общий диплом для каких-то компаний очень важно что у вас есть базовое образование в своей профессиональной сфере также эти программы могут дипломные программы могут незначительно корректироваться в зависимости от того что например какой-то курс из этой дипломной программы вы уже каким-то образом освоили и тогда можно его поменять на какой-то который вам дополнительный вам необходим какой-то курс который вы уже знаете не включать в нее небольшие корректировки возможны вот Яков я хотела вас попросить для слушателей сказать пару слов чем вот эти три дипломные программы по сути своей отличаются если слушатель выбирает прохождение одной второй или третий вот на выходе да в чем будет этот набор знаний отличаться по своему составу по тому направлению куда можно дальше развиваться и расти да Ольга я понял в первую очередь хотел бы переспросить директор по маркетингу и рекламе правильно мы рассматриваем это в первую очередь программу директор по диджитал маркетингу так и диджитал маркетолог хорошо директор по маркетингу и рекламе мы собираем каждую дипломную программу вы знаете Наверняка, что у диплома о высшем образовании есть определенные государственные требования, а наши, соответственно, дипломы и документы, которые мы выдаем, они полностью прошли всю госаккредитацию. Там есть определенные требования по количеству часов, по содержанию программы, по каким-то проверяющим моментам типа тестов, дипломов и так далее. Так вот, каждая программа, она собрана с учетом вот этих всех необходимых требований в первую очередь, но, естественно, она объединяет в себе какие-то определенные специализации, профессии, курсы, о которых я рассказал чуть раньше и дает в итоге на выходе пользователю некий набор знаний, который может сложиться в ту или иную компетенцию. Директор по маркетингу и рекламе, естественно, готовит человека, который будет выступать непосредственно как специалист руководящего плана, и поэтому в его трек, скажем так, курсов включены в первую очередь курсы, которые позволят именно получить широкую экспертизу, компетенции, как именно руководителю. И вы видите, что здесь есть много достаточно курсов, которые включают в себя не только, собственно, дисциплины по диджитал-маркетингу, а также есть курсы по маркетинговым исследованиям, в частности, например, да, которые дают очень общий бэкграунд базовый по бренд-менеджменту, который необходим для того, чтобы вести основные маркетинговые активности в организации для продвижения бизнеса, event-менеджмент, такие курсы, они включены именно в этот, соответственно, трек. Если говорить про директор по диджитал-маркетингу, то здесь мы видим, что специализация уже именно на диджитал-маркетинге в первую очередь очень строго, соответственно, включает в себя все курсы, связанные с веб-продвижением. Это курсы по аналитике, это и Яндекс.Метрика, и Гугл.Аналитика. Сюда добавляется курс по юзабилити, который необходим не только для сайтов, но и для мобильных приложений, вообще для присутствия организации бизнеса в сети, веб-интерфейсы, интернет-маркетинг метода эффективного контроля, тот самый курс, о котором я тоже рассказывал, здесь уже необходим в первую очередь для контроля над специалистами в области интернет-маркетинга и над подрядчиками. Соответственно, есть, конечно, курс по СММ, без которого сейчас широкое продвижение происходит редко, таргетированная реклама, несомненно, мастерская продающего текста, необходимая для того, чтобы правильно формулировать ценности бизнеса, ценности товара или услуги, для того, чтобы продвигать, выполнять функции контент-маркетинга в интернете. Руководитель структурного подразделения специализированный курс поможет этому человеку организовать работу соответствующего подразделения по интернет-маркетингу. Также некоторые элементы по управлению проектами, развитие, создание интернет-ресурсов тоже будут очень кстати именно этой специальности. Ну и Digital Marketolog. Это у нас, вы видите, отдельный подтрек, который позволяет именно акцент сместить в сторону специалиста по активному ведению интернет-маркетинговых мероприятий. Сюда включается обязательно контекстная реклама, обязательно email-маркетинг появляется, есть курс создания лендингов в той же тильде, то есть это прямые практические курсы, которые помогут сформировать специалиста по Digital Marketolog, который умеет своими руками самостоятельно вести все активности, необходимые для продвижения. Естественно, туда включается курс HTML, мы видим, для того, чтобы повысить его, скажем так, компетенции технические. Также туда входит основа интернет-email-маркетинга и в итоге, ну и SEO, конечно, продвижение, в итоге человек получает максимальные навыки в области именно работы Digital Marketolog. Поэтому на ваше усмотрение вы можете выбрать тот трек, который в большей степени отражает ваши, скажем так, профессиональные притязания, вашу цель, позволит вам двигаться в том русле карьерного роста, который вы лично для себя выбрали. Используйте эти треки, они действительно подобраны с определенной целью. Я хотела добавить, что в данной путеводителе вот не отображены новые дипломные программы, которые я поместила справа, ссылочки на них есть в чате. Это специалист по маркетингу и рекламе, специалист по веб-продвижению, и вот Digital Marketolog, мы здесь его видим на путеводителе. Ну, про эти профессии, да, мы сегодня немножко поговорили, не знаю, Яков, может быть, если хотите что-то добавить. Ну, я думаю, что они сами по себе, мне кажется, очень говорящие, они действительно уже для специалистов, для тех, кто, опять же, идет больше не в руководящие сферы, а больше в область непосредственно работы внутри Digital Marketing, и они просто имеют определенную специализацию. Специалист по маркетингу и рекламе, понятное дело, здесь акцент просто смещен в сторону, в первую очередь, рекламных инструментов. По веб-продвижению сюда заложены, в первую очередь, органические методы продвижения, SMM, SEO, например, и так далее. Ага. И что хочу добавить, что для сегодня для участников, тех, кто записан на данный вебинар, мы дарим сертификат с промокодом. На любые из этих трех направлений, Digital Marketolog, специалист по веб-продвижению, специалист по маркетингу и рекламе, при покупке в течение трех дней после вебинара дипломной программы, можете получить дополнительную скидку 9000 рублей. По промокоду можете, вот промокод и марка 2021 назвать менеджеру и оформить приобретение данной дипломной программы. Обращаю ваше внимание, что любая дипломная программа при покупке ее целиком будет дешевле, чем покупка каждого курса по отдельности. Это очень удобно, вы можете воспользоваться рассрочкой от учебного центра и внести часть суммы, а по остальной сумме доплачивать при наступлении курса. Хочу еще отметить, что существуют у нас различные виды обучения. Есть классическое очное обучение и те виды обучения, которые помогают вам экономить время, силы и деньги. Это разные виды дистанционного формата, которые позволяют смотреть либо дистанционно занятия, либо занятия в записи и одновременно иметь связь с преподавателем и также позволяют экономить ваши ресурсы. То есть обучение по записи, но при этом преподаватель находится в классе, называется открытое обучение. Сейчас очень популярный формат, когда вы можете двигаться в своем темпе, при этом оставаясь на связи с преподавателем и имея возможность задавать вопросы в режиме онлайн. При этом не подстраиваясь под темп целой группы, где-то останавливаясь или наоборот ускоряясь. Данный вид обучения, он еще позволяет экономить ваши деньги и также время, которое вы затрачиваете на проезд. Если есть какие-то вопросы, я прошу вас написать в чате, либо сказать голосом. Сейчас как раз самое время. Мы с Яковом готовы ответить на них в конце как раз нашего вебинара. Давайте, наверное, пока вы формулируете вопрос, я еще скажу пару слов, что чем хороша дипломная программа, это тем, что она позволяет после ее окончания по ряду курсов учиться с 50% скидкой. Особенность нынешнего образования в том, что по любой профессии обучение никогда не заканчивается. Это реалии нынешнего времени. Всегда нужно повышать свою квалификацию, если вы хотите дальше карьерно развиваться. И такая возможность проходить после окончания дипломной программы, добирать какие-то курсы, которые вам кажутся интересными, со скидкой 50% это очень хорошая возможность. Имейте ее в виду. Вопросов я в чате больше не вижу. Тогда в таком случае запись останавливаю.